Чиновники Североказахстанской области опровергли заявление блогера о том, что урожай остался неубранным. Ранее сетевой автор Сырым Абдрахманов опубликовал видео, на котором пшеницу накрыло снегом. Аграрии настаивают, что собрали зерно еще месяц назад. Несколько часов приезжих чиновников и журналистов возили по бескрайним полям Таиншинского района. Аграрии продемонстрировали угодие и признали, хлеб действительно побывал под снегом. Но только потому, что он выпал раньше, чем обычно. И было это еще месяц назад. Выпал с 13 на 14 октября. И мы торопились. И, соответственно, где снег лег сырой, некоторые колосси были прижаты к земле. Из этого есть определенные потери. А так, в целом, поле убрано достаточно качественно. Это то самое поле, на котором блогер Сырым Абдрахманов сделал обличительное заявление. «Вот, пожалуйста, как вы видите, и в этом году поспевший хлеб остался под снегом. Море снега». Сам он тогда рассказал, что хотел узнать, выполняют ли власти на местах свои обещания о том, что хлеб будет убран вовремя. И пришел к неутешительным выводам. Видеоотчеты блогера вызвали бурную реакцию в интернете и, как выяснилось, у чиновников. Началась череда проверок. Слова блогера не подтвердились. Но обвинять его в клевете никто не спешит. «Можно увидеть, что стоят, как будто не убратое поле. Однако, если подъехать поближе, то мы увидим, что это кулисный парк». Сам блогер к таким заявлениям отнесся скептически. Почти месяц он ездил по северным и центральным регионам и уверяет, что знает, о чем говорит. «Что касается заявления Акима Североказахстанской области о том, что поля убраны, естественно, за четыре дня там можно не только одно поле убрать, можно всю область убрать поля. И то, что Аким области посодействовал фермерскому хозяйству уборочной компании, я только рад. Я даже могу сказать спасибо». Но чиновники спорить с блогером не намерены. В том, что хлеб убран, они убедились. Так что пока все разошлись довольны при своем мнении. Асем Караулова, Руслан Кусаинов, Раимбек Бегужаев. Информбюро. Североказахстанская область.